КОБРЫН 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 17 вересня 1794 года для Крупчицау войско Суворова разбивая отдел генерала Сираковского. А уже празд месяц накеровается до Варшавы. Расправа над празд месяцем Варшавы Прагой, что изъявлялась опошним форпостом паустанцев Костюшки, была показально жесткой. 4 листопада, сломившись у против оборонцев за три годины, казаки да гренадеры Суворова ущинили у празе саправдную разню. Не тольки паустанцы, але и цивильное насельницто предместе было амальцалкам знищено. Я хочу нагадать про один из подвигов подначаленных Суворова, які они здействовали безумовно па загаду своего командира. 4 листопада 1794 года штурмом Суворовцы узяли варшавское предместе Прагу на правыбережи Вислы. Из нечеловечей с жорсткостью знищили бой за 25 тысяч человек. Усіх оборонцев предместе и Захаров. Тогда до речи загинал и командир повстанцев на белорусских землях Якуб Ясинский. Польский историк Мастицкий покинул про теопадеи наступное слово. Российцы не скадывали никого. У матерок отбирали от грудей немовлятков, каб не выросли и не отпомстили. Монафик, что были в кляштере Бернардинок, звалцяли и зарезали. С домов вытягивали для пьяной утехи несчастных кабетов. Гвалцяли и забивали. Пляцы были засланы трупами. Разом с людскими телами врувастились трупы коней, собак, котов. Бо раззюсаные выглядом криви, российские солдаты Суворова не выпускали живыми. Нават живёло. Ненавито после гэтой перемоги российская императрица и подаровала Суворову место Кобрын. И сегодня каждый может наведать дом у Кобрыне, где жил фельдмаршал. А для того, кто цикавится гистория, зусим побач працюя установа культуры. Кобрынский военно-гисторичный музей имя Александра Васильевича Суворова. И нават больше. Ещё недавно плановалось побудовать православных храм у гонор российского полководца. Каб разом с музеем он утворал один и военно-патриотичный комплекс. Суммам можно казать про тое, что позбавленная гисторичной памяти начатки повстанцев Костюшки спокойно да гэтуль успрымают тое, что в наших городах и местечках близо 60 в улиц носит имя Александра Суворова. Я думаю, что сказали б повстанцы Якуба Яхинского, кали б убачили кветки для помняку командиру ихних катал. Напевно, большего здеку с национальной памяти тяжко придумать, как человеку, яке одобрал незалежность у целого народа, ставить помняки и молиться. Нават офицер, был выпускник Суворовской учебни, кали он мая нечто в голове, раненцы позднее в Беларуси доведается, что его подманывали. Доведается, что этот человек не мая неакого дачанения до нашей славной истории, а на дворот, мая дачанения до трагичной истории Беларуси. И вот этот открытый подман, историчный подман, подман молодых людей, еще больше отрывая улады от народа. Не льго так гвалтить историю. Потому что, как сказал Уинстон Чарчилль, можно подманывать некоторый час у весь народ. Можно протяглый час подманывать частку народа. Али николи не удастся подманывать у весь народ у весь час. Варто сгадать, что перед задушением повстанья Костюшки Суворов уже мил подобный досвид. В 1783 году ему было доручено Катериной другой подавиться против нагайских татаров, которые вознялись на борьбу после долучения Крыма до России. С поставленной задачей генерал справился близко. На кировке Суворов и на задушение выступа Погачева. Так что можно сказать, что подавление повстанья одна со специализацией российского генерализмуса. Герой измагания супротурок, теоретики, практик новой войсковой науки, для России Александр Суворов – герой. Али в нашей истории он покинул черный след. Официальный культ Суворова на Беларуси – это соправный здек над нашим народом, над нашей историей, над нашим национальным гонором. И он в истории Беларуси заслужився только негативно. Он душил повстанья, он владел пригонными селянами. У улицы, названные его именем, в учебнике детской, названные его именем. Тут можно сравнить с турецкими яничарами, кого это в учебнике Суворовской выховывают. Это в часы Турецкой империи, в завоеванных христианских краинах, забирали малых детей христиану, так званый податок кривий. Забирали у казармы, выховывали на фанатичных мусульманов и потом часто посылали в те самые краины душить повстанья и завоевывать. Мне кажется, это исторически добрая и адекватная аналогия. Суворовцы яничары. Мне кажется, рано или позднее, этот культ у нас на Беларуси повинны быть целиком зликвидованы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова